Это программа «После новостей». Я Ксения Черепанова. Здравствуйте. Наш гость сегодня Николай Сергеевич Валуев, спортсмен, шоумен, депутат Государственной Думы и вице-президент Федерации хоккея с мячом России. Николай Сергеевич, добрый вечер. Смотрите, с чем угодно вы ассоциируетесь. С шоуменом. Да, и с рекламой мобильной связи, и с боксом, и с политикой. Но для красноярцев, я думаю, было на самом деле удивительно, и меньше всего вы ассоциируетесь с хоккеем с мячом. Как вы пришли к этому, и что за роман у вас? Я думаю, красноярцы уже привыкли к этому. На самом деле, потому что мы регулярно на чемпионатах мира встречаемся и с представителями команды «Клуба Енисей». Кстати, всех красноярцев поздравляю с победой, с суперкубком. Это действительно большое достижение. Команда очень хорошо играла. И вообще игра была интересная. Как не сопротивлялись иркутяне. Победа осталась за Енисеем, несмотря ни на какой мороз. Что мне приятно в этой игре? Мне приятно всегда повторять русский хоккей с мячом. И он ассоциируется даже не с зарубежным названием. Его в Европе называют «банди», а именно русский хоккей с мячом. Потому что, если немного углубиться в историю, этот вид спорта зародился в моем родном городе Санкт-Петербурге. И еще аж в 1884 году была создана федерация первая. И это очень древний национальный вид спорта, который зародился в нашей стране. Так что ничему удивляться здесь не стоит. Последние без малого три года мы лучшие на чемпионатах мира. И не только мужская сборная. Радует и женская, и радует и неоры, и радует и молодежные. И, в принципе, все нас, можно сказать, заставляет надеяться на то, что рано или поздно мы войдем в олимпийскую семью. В чем ваш функционал как вице-президента федерации? Потому что мы привыкли к тому, что известные, титулованные спортсмены, вообще известные личности становятся президентами или вице-президентами федерации номинально для того, чтобы быть их лицом. Как в вашем случае? В таком случае, если бы я занимал номинальную должность, я бы не находился сегодня здесь в Красноярске. Я бы просто-напросто находился бы в Москве. и кто-то делал за меня эту работу. И это абсолютно осознанный шаг. Да, может быть, в свое время, вспоминая, как это все начиналось, это было, как, впрочем, и с боксом, достаточно случайно. Но сегодня я не ощущаю себя случайным человеком именно в хоккее с мячом. и не стараюсь взять на себя то, что мне не по силам. Вот и все. То есть именно вот такое, я считаю, отношение к делу и поможет мне не снискать славу выскочки, чего я бы сам для себя не хотел. А вы сами умеете играть в хоккей с мячом? Ну как? Для меня коньков не делаю. Я уже давно вырос. На заказ? Связанное с этим падение на лед 160-килограммового тела, если его еще учесть, с амуницией, чревато для меня большими проблемами. Я все-таки, знаете как, я уже вышел из мальчишеского возраста, когда мы об этом не думаем, а травмы, еще полученные в момент занятий большим спортом, бокс, легкая атлетика, они сегодня так или иначе заставляют меня задуматься об безопасности. Все-таки хотелось бы передвигаться на своих. Следующий вопрос к вам как к профессиональному спортсмену. У вас два сына и дочь. Очень часто, когда профессиональных спортсменов спрашивают, хотели бы они, чтобы их дети занимались тоже спортом профессионально, отвечают, никогда в жизни не пожелаем вот такой судьбы. Здесь две вещи. Во-первых, родители не всегда хотят, чтобы ребенок прошел там по их стопам тот вид спорта, который они для себя избрали, потому что их всегда будут с самого малолетства, когда они только придут в группу, связывать с именем родителей. Это очень тяжело, это большая ответственность, детская психика не всегда с этим справляется. Это раз. Второе, не факт, что ребенок в принципе обязан пойти по стопам родителей. Нет, ну про обязанность никто не говорит, речь идет о том, хотели бы вы или нет. Объясню. Я бы хотел, чтобы каждый из наших троих детей стал мастером в том виде, которым он для себя изберет. И я иногда говорю, если ты станешь сантехником, то будь там мастером, чтобы к тебе выстраивать очередь за твоими услугами. Вот это я считаю воплощение, так сказать, серьезного профессионализма и отношения к делу. И не обязательно быть олимпийским чемпионом. Это дано далеко не всем. Так что у меня подход такой, знаете, в принципе, ко всему, как в спорте подход. То есть нужно относиться, не браться за тысячу дел одновременно, доводить дело до конца и быть профессионалом. То есть человеком, знающим тем, то, чем ты занимаешься. Вот я учу своих детей этому прежде всего. А выберут для себя спорт или нет? Ну, они, конечно, спортом занимаются. Это же вообще полезно. Это очень здорово. Это, знаете как, большой спорт, еще есть такая поговорка, не лечит, он калечит. Ну, любая серьезная взрослая работа, она не всегда идет во здоровье. И большой спорт связан там и с травмами, и с переживаниями, с поломанными судьбами где-то. Потому что первыми становятся единицы. Так вот, поэтому мы всегда и говорим своим детям, что они должны стать, прежде всего, и решить, что они хотят этого и стать там профессионалами. А что они для себя изберут? Ну, это уже их дело. Наше дело их подталкивать, помогать. Вы подталкиваете, помогаете, или даете им свободу выборов? Свобода выбора есть. Мы подталкиваем и помогаем, да, но на определенном моменте я прекращаю. Если я вижу, что это явно пустое времяпровождение, значит, нужно это дело, этот вид деятельности сменять. И не тащить там за уши. Хотя со мной многие могут не согласиться. Есть много примеров и тоже великих спортсменов, которых очень много заставляли в детстве. Их родители, там, учителя, тренеры. Заставлять надо. Но помните, я вот только что сказал, что заставлять относиться с ответственностью к тому делу, которым занимаешься. Один из вопросов был, Ирина спрашивает, знает, что вы большой любитель литературы и книг. Что хорошего прочитали в последнее время? Можете посоветовать? Ничего хорошего я не прочитал, кроме огромных выкладок различной профессиональной литературы. К сожалению, я вынужден констатировать, что таких серьезных, нормальных художественных вещей я давно не читал. И та информация, которую я сейчас поглощаю, она в большей степени относится к публицистической такой сфере. И может быть, она относится, знаете, к тем сферам, где я пытаюсь себя прикладывать. То есть это и спорт, это и политика, и такое миропонимание, что происходит вокруг. И такие узкие вопросы, которые связаны с теми вопросами, которые мне необходимо решать, работая в Государственной Думе. Так что на художественную... Литературу времени не остается. Ну, я бы не хотел врать, я вам говорю, как есть. Кстати, я не в восторге от этого, на самом деле, потому что чтение художественной литературы в любом возрасте, на мой взгляд, оно обогащает мировоззрение, язык, речь, многие вещи, которые нужны всем, политику тем более. Так что я обязательно постараюсь этот пробел как-то восполнить. Тогда следующий вопрос к вам как к политику. Много шума на дело решение депутатов Государственной Думы о том, чтобы продлить себе содержание в то время, когда вы уже не будете депутатами, а будет работать новый созыв. Вы про золотые парашюты? Да. В принципе, я против того, чтобы так называемые золотые парашюты сохранялись. Хотя я не в восторге о некотором усеченном составе Государственной Думы сегодня. Хотя это, слава Богу, мы пытаемся, получается, и Сергей Евгеньевич, Нарышкин, я считаю, впереди планеты всей, ну, России, я имею в виду, всех ведомств, делает все для того, чтобы мы на чем-то экономили. И это выражается даже в мелочах, я это вижу, вплоть до ежедневников, которые депутатам там выдавали к Новому году всегда. Теперь это другие ежедневники, они совершенно другой формации, они меньше стоят, грубо говоря. Даже в этом. Так что это выражается в различном невозможности пользоваться там залом официальных лиц и делегаций, транспорта и много-много другого. Я бы очень хотел, чтобы Совет Федерации, многие другие ведомства, правительство, прежде всего, поступило бы точно так же. Вот это был бы с их стороны наверняка очень неплохой шаг с точки зрения понимания народа. То есть это было бы, я уверен, встречено как-то с воодушевлением. А то получается, что как-то все в одностороннем порядке. Хотя администрация президента, она тоже приняла решение зарплату меньше на 10%. Но я говорю еще, есть очень многие вещи, которые также тянут за собой огромные расходы. Сегодня было бы не лишним подумать о эффективности этих расходов. Вы оказались в Красноярске на Крещении и морозы у нас как обычно. Обычно я думаю в Санкт-Петербурге в этот момент. Там, наверное, не так холодно все-таки. Ну, не скажите. Мороз в Питерске там сейчас 23, гораздо жестче, гораздо жестче, чем в Красноярске ощущается. и выходя на улицу в Красноярске просто понимаешь, что это совершенно другой уровень мороза. Ну, так он пробирает хорошо, но вот эта влажность питерская, она продувает еще быстрее. Прорубь? Прорубь? Да, зайдем с праздником Крещения Господня всех, кто решит для себя впервые испытать таинство и окунуться в воду, она будет действительно особых качеств и свойств в ночь, но не только в ночь на самом деле. И ничего бояться не стоит. Просто знаете как, это все от ума. Стоит только настроиться и без проблем. Спасибо огромное, что пришли к нам в эфир. Пожалуйста. Это была программа «После новостей». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова